Говорит и показывает Москва. Столичному трамваю 119 лет. Это проект железнодорожная. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в выпуске. Катаемся на бесфонарном и коломенском трамваях. Изучаем свежеотреставрированный КТМ КТП-1. Иронизируем по поводу РВЗ-6 и Татры. Едем в депо на МТВ-82. По традиции спустя какое-то время публикуем наш видеообзор трамвайных событий, произошедших 21 апреля в Москве. Мы решили не ориентироваться на тот факт, что видео с аналогичным парадом в Петербурге собрало неприлично мало просмотров. Да, трамваи смотрят почему-то меньше, чем видео про большую железную дорогу. Ну и что, подумали мы, у нас бы давно все загнулось, если бы мы в своей работе ориентировались только на просмотра. Атмосфера, которую создают старинные трамваи, бесценна. Что говорить про возможности лично прокатиться на раритете? Радостно, что наравне с большими СМИ нам была предоставлена такая возможность, за что сотрудникам Мосгортранса низкий поклон. Колонна трамваев отправилась в путь от Калужской площади в сторону Чистопрудного бульвара. Маршрут пролегал по Шаболовке, затем через Серпуховской и Даниловский вал, Дубининскую и Новокузнецкую улицу, через Большой Устинский мост, Яовский и Покровские бульвары. Колонна шла бодро, почти без остановок, в сопровождении ГАИ. Для проезда даже на время остановили движение по Садовому кольцу. На протяжении всего пути следования москвичи и гости столицы приветствовали необычную колонну. Люди бросали свои дела и спешили достать телефон, чтобы снять происходящее. Немало, кстати, было и людей, заранее выбравших превосходные точки для съемки. Огромное спасибо всем, кто прислал нам видео. Оно, безусловно, наше повествование сегодня разнообразит. Вагоны шли в историко-хронологическом порядке. До Чистопрудного бульвара парад возглавлял трамвайный поезд, состоящий из вагонов F, фонарный, и прицепного N, нюрнбергский. Следом шел вагон BF, бесфонарный, в котором уютно расположился десант нашей съемочной группы. Далее шел поезд из вагонов КМ и КП, премьера этого парада КТМ-1, КТП-1, МТВ-82, РВЗ-6, семейство Татар, циклоп от ПТМЗ, специальные вагоны. Всего в параде участвовало 17 единиц подвижного состава. И это, конечно, был именно парад. На 110-летие петербургского трамвая, опасаясь, как бы чего не вышла, местные начальники распорядились под покровом ночи в обстановке повышенной секретности доставить вагоны к месту парада. Неудобство тогда, конечно, доставлял закрытый Тучков мост, но как такового торжественного проезда трамваев по Петербургу не было. Тем радостнее, что в Москве трудности не побоялись. Замыкал всю процессию современный Витязь М. Трамвайный вагон, который на глазах становится чуть ли не главным столичным трамваем. Производитель показывает завидную для нашей страны продуктивность. Впрочем, вернемся к нашему старинному вагону БФ. Самое прикольное в этих старых трамваях, это, конечно же, звук движка, который разносится откуда-то из неба. Электродвижка, естественно. Поясняю ее уже за кадром для любителей поязвить в комментах. Вагон получил свое, на первый взгляд, странное название, бесфонарный, так как, в отличие от предшественника фонарного, у этого трамвая отсутствовало оригинальное естественное освещение на крыше. Фонарь в простонародье. К наружным фарам название никакого отношения не имеет, как могло бы показаться на первый взгляд. В вагоне по торцам на двух входных площадках два поста управления. Такому разворотные кольца не нужны. Около 400 таких вагонов было построено в свое время, и практически все они были поставлены в Москву. И лишь порядка полутора десятков в 1927 году досталось Харькову, к открытию первой трамвайной линии широкой колеи. Тест на окна. Получше, чем у некоторых современных. Наш сегодняшний старичок 1927 года. Работал на линии до 1956, потом использовался в парке, как буксир, благодаря чему и дошел до наших дней. В 1988 году у него началась вторая музейная жизнь. Трамвайные вагоны серии BF выпускались с 1925 по 1929 год. Суормовским и Коломенским заводами. Это были первые трамвайные вагоны, запущенные в серийное производство в СССР. До этого в стране трамвайные хозяйства пользовались подвижным составом, доставшимся в наследство от Российской империи. В 60-е годы часть вагонов BF из Москвы была передана в другие города. В частности, в Ногинск, Краснодар, Новосибирск и Ярославль. Сразу за нашим вагоном следуют Коломенский моторный и Коломенский прицепной. Это следующий этап развития отечественного трамваестроения. Длина вагона, а следовательно и вместимость увеличена. Двери шире, они створчатые, открываются в обе стороны. Посадка и высадка стало комфортнее. В каждом вагоне почти 30 мест для сидения. Изначально тут не было кабина водителя, то есть водитель должен был просто стоять на передней площадке среди пассажиров и управлять. Кондуктор с помощью звонка давал команду к отправлению мониторя двери. В прицепном ему на всякий случай тормоз в помощь. Как следует из названия, вагоны производились в Коломне, а также в Сормово в период с 1926 по 1939 год. Последний трамвайный поезд в составе моторного вагона КМ и прицепного КП в Москве был снят с пассажирской эксплуатации в 1972 году. Трамвай КМ, он профессиональный актер. Холодное лето 1953-го, Покровские ворота, конечно же, место встречи изменить нельзя. Вот именно на этой задней площадке Глеб Жеглов и Володя Шарапов срисовали кирпича. Спокойно, ты меня от радости чуть с трамвая не спихнул. Тем временем мы благополучно добрались до чистых прудов. Парад возглавила конка. Хотя, как по мне, так конка к трамваю имеет очень посредственное отношение. А у нас же появилась возможность побывать в шкуре Ким Чен Ын. Вот она, сила ретро, конечно, да, просто такой невероятный ажиотаж вызывает. Так что это как Новый год, только раз в году. Огромное количество народу еще больше, чем в Петербурге осенью. Это аналогичное мероприятие, в общем, вагоны в очереди. Мы ехали на беспонарном, а это аналог, главное просто, потому что световой фонарь. Регу, основной вид подвижного состава до революции. В мире сохранилось только два вагона F. Один на ваших экранах, а второй, в момент непродолжительной разрядки отношений, был подарен в 1986 году музею трамваев города Сан-Франциско. Главный дореволюционный трамвай Москвы производился в Петербурге на Путиловском заводе. Хорошо известные петербуржцам вагоны МС, моторный и стальной, это братья Фонарного. Кстати, фары у этого вагона отсутствуют, вместо них пара небольших прожекторов, подвешенных снизу крыши обеих площадок вагона. До 1907 года трамваи в России строили только малыми партиями, поэтому в 27 городах эксплуатировался разнотипный подвижной состав, в основном иностранного производства. Бельгийские, немецкие, австрийские и швейцарские. С ростом городов требовалось больше трамваев отечественного крупносерийного выпуска с приемлемым качеством и меньшей стоимостью, чем у заграничных. Муниципалитеты больших городов с 1907 года практикуют импортозамещение. Заказывают трамваи на Мытищинском, Сормовском, Коломенском и Балтийском заводе. На этом вагоне установлены две довольно сложные по конструкции тележки Беккера. Давненько у нас не было любимой многими рубрики ЖД ФАМ. В каждой тележке тяговый электродвигатель через шестеренчатый редуктор вращает колесную пару. Тормозные колодки располагаются на тележках и действуют на реборды колес. Относительно рамы вагона тележки делают сложные пируэты, поэтому для надежного прижима тормозных колодок конструкторы применили большое количество, 49, механических тяг. Они связаны между собой 54 шарнирами, а также цепью стояночного тормоза. Корабельный штурвал на площадке вагоновожатого – это и есть тормоз. В корпусе редуктор, барабан, на который наматывается цепь, педаль, отпускавшая ее фиксацию, храповый механизм, фиксатор барабана. Премьера этого парада – восстановленный КТМ-1. После войны страна в руинах и при создании этого вагона использовалась то немногочисленное, что было – техническое, техническое. Они двухоскорные, здесь нет тележек. Вагончик, поэтому такие маленькие, достаточно компактные решения, что здесь моторные и концептные. С технической точки зрения конструкция КТМ-1 сочетала в себе как прогрессивные решения, цельнометаллический сварной несущий кузов, например, так и консервативные – непосредственная система управления, отсутствие тележки, связка моторной прицепной. Недостатки вагона вытекали из его достоинств. Небольшая масса вагона, а как следствие пониженное негативное воздействие на рельсы. Относительно высокие динамические характеристики, но теснота. Длина вагона меньше 10 метров. Плохая звукоизоляция, планировка салона неудобная. В современном понимании не трамвай, а маршрутка. Еще тут неважное освещение, а салон так и вовсе неотапливаемый. Тем не менее, география распространения этого вагона огромна. После войны городам нужен был трамвай. И обычно в текстах принято упоминать, в каких городах с трамвайным движением его в свое время не было. Сейчас, в разной степени сохранности КТМ-1 сохранился в качестве памятников в Архангельске, Кемерово, Новосибирске, Перми, Томске, Ярославле, Одессе. Туманная история с Ташкентом. Ходят слухи, что музейный вагон пустили в лом. Если у вас есть достоверная информация, черкните, пожалуйста, в комментах. Обилие желающих залезть в вагон формирует классику трамвайной давки, которая наглядно показывает нам неэффективность компоновки двухдверных вагонов. На МТВ-82 нам удалось проехать в депо на обратном пути с парада, так что о нем чуть позже. РВЗ-6, трамвай Рижского вагоностроительного завода, наконец-то добрался до проекта железнодорожная. Тем самым, спустя несколько лет мы выполняем свое обещание, данное еще в первой серии. По идее, про него, конечно, надо делать отдельный выпуск. Он знаковый и интересной информации по нему огромное количество. Но у нас есть правило, если подвижной состав еще есть где-то живьем, то надо, конечно, ловить его в естественной среде обитания. Правда, шанс попасть в Комсомольск на Амуре или Осинки или Хабаровск невелик, но вдруг... Кабина управления уже, скажем, ближе к современному, более традиционному. Похожая на 07-0 слева ручка контроллера, справа в турбок. На пуре открывания-закрывания двери и прочего. Первый РВЗ-6 был построен в 1960 году и производили их аж до 1987-го. Вагон пережил три модификации. По сути, РВЗ-6 это первый самостоятельно разработанный в СССР трамвайный односторонний вагон с несущим корпусом, оснащенный косвенной низковольтной автоматической реостатно-контакторной системой управления с тележками мостового типа с подрезиненными колесами. Сразу за РВЗ-6 притаилась Татра Т-2. 180 таких вагонов эксплуатировались в период с 1959 по 1962 год в Москве. Это предшественник Татры Т-3, которые до сих пор бороздят просторы столицы. Они и внешне-то сильно похожи. Так что чешские трамваи и Москва почти 60 лет вместе. Скоро бриллиантовая свадьба. Мало кто знает, но очень непродолжительное время такие вагоны ходили в Ленинграде. Но не прижились. Уж слишком сильно выделялись они на фоне ходивших тогда вагонов. Да и завод свой ревновал. ЛМ-57 даст фору по внешнему виду. А еще чуждая педальная система управления. В общем, уехали тогда те два вагона на берега Волги. Именно Татры в свое время выгнали рижский вагон из столицы. И понятно почему. Чехи, конечно же, берут стилем. Чисто внешние сравнения явно не в пользу Прибалта. Ваш покорный слуга впервые увидел РВЗ-6 в Долгов Пилсе в 1987 году. Я тогда по-детски поразился какой-то расхлябанности и сараеподобности этих вагонов. Не столичные они уж точно. Да простят меня поклонники и пассажиры РВЗ-6. Под конец производства рижский завод всеми правдами и неправдами пытался избавиться от трамвайного производства и сосредоточиться на электричках. Новая модель трамвайного вагона РВЗ-7 так и не вышла за рамки опытных образцов. Некоторые, кстати, находят что-то общее в РВЗ-6 и Р-2. Ну, не знаю. Завод, конечно, был один, но чтобы вот прям похоже. В 1997 году выпуск запасных частей к РВЗ-6 на заводе был прекращен. Но каким-то чудом они ездят до сих пор. Так что окончательные итоги эксплуатации трамваев этой модели подводить пока рано. Идеологи отечественного транспорта очень долго считали, что вот обязательно в трамвае должно быть две двери. К заднюю мы входим и в переднюю выходим. Вот мы сейчас посмотрели МТВ-82, РВЗ-6 и вот Татра Т2 и Татра Т3 еще в варианте двухдверном. Только потом дошло, что можно сделать три двери. Трамвай Татра Т3 хорошо известен зрителям проекта «Железнодорожная». Тема раскрыта полностью в третьей серии. Потерявшие всякое изящество модели Татры Т5-B6, если я не ошибаюсь. Они уже такие рубленые, скучные. Не знаю, никогда я их не любил. Но они до сих пор много где эксплуатируются. Может, не любовь эта связана с похожестью на ЛМ-68М? После запавших в душу в раннем детстве уютных стиляг все это рубленое топором не особо по вкусу. А может, чувствуется, что и на самом заводе в ту пору уже как-то без огонька. Согласно, так сказать, плану пятилетки. Такие вагоны можно встретить в Латвии, России, Болгарии, Украине и даже в Северной Корее. Сейчас в строю 893 вагона из построенных в период с 1983 по 2007, 1150 штук. Спроектированный в свое время специально для Москвы Т7-B5 должен был стать в 90-х главным трамваем столицы. Но все пошло не так и только 6 вагонов дошли до Москвы. Проработали они до 2010 года. Из интересного – ручная система управления. Уникальный питерский циклоп, сделанный в свое время в единственном экземпляре. Предложенный Москве для замены Татры Т3 вагон ПТМЗ-71-135 или, если по старинке, ЛМ-2000 имел габариты, позволяющие вписываться в старые депо. Вагон был поставлен в Москву в 2002 году. В том же году Краснопресненское трамвайное депо было переведено на новую территорию в Строгино. И необходимость в закупке таких вагонов с уменьшенным габаритом пропала. По факту он на 1 метр короче вагона ЛМ-99, по мотивам которого и сделан. Колонну замыкали специальные вагоны. Вагон-рельсотранспортер РТ-3, имевший огромный успех у детворы. Вагон-рельсошлифовальщик РШМВ-1. Вагон-снегоочиститель. И Витязь-М. Ну что, а мы поехали в парк на МТВ-82. Именно эту машину мы выбрали для того, чтобы впитать ее дух. Вот мы тронулись, народ так и лезет под колеса. Тут, конечно, особая выдержка и опыт нужны для управления вагоном в такой ситуации. Аббревиатура МТВ означает «Московский трамвайный вагон». Первый прототип был построен на заводе номер 82 Наркомата авиационной промышленности СССР в подмосковном Тушино в 1946 году. Отсюда и индекс 82 в названии. Детище военного завода получилось долговечным, надежным и простым. Ну, прям как танк. Трамваи этой марки работали во многих советских городах до конца 70-х. В Москве их пассажирская эксплуатация прекратилась в 81-м. В Киеве в 84-м. В Одессе в 89-м. Чешские Татры, отечественные КТМ-5, постепенно заменяли МТВ-82 на городских линиях. Этот трамвай, безусловно, тоже заслуживает отдельной серии. История интересная, не хочется ее комкать. Так что сегодня только самые интересные, на наш взгляд, факты. Как очень быстро вывести водитель трамвая МТВ-82 из себя. Вот здесь есть кнопка сигнала водителя. Тут ручка контроллера кофемолка. Достаточно тугая. Еще тут очень мощная тормозная система. Города в первую очередь ставили их на маршруты с рельефом. По явлению на свет трамвай обязан досрочному перевыполнению плана по производству троллейбусов на 1946 год. В результате чего на складах завода осталось довольно много кузовных заготовок. Однако завод не имел агрегатов ходовой части. Было предложено использовать эти заготовки для производства трамваев. Благодаря этой идее и появились первые трамваи МТВ-82. По сравнению с троллейбусами МТВ-82, кузов МТВ-82 был удлинен на две стандартные оконные секции. Благодаря чему пассажировместимость первой версии трамвая увеличилась до 120 мест. Многие элементы конструкции кузова троллейбуса были унифицированными с узлами автобуса ЗИС-154. Именно поэтому они все так похожи между собой. У МТВ-82 первой опытной партии был один существенный недостаток. Их троллейбусный корпус не имел характерных скошенных углов, в связи с чем трамвай не вписывался в габарит и мог использоваться далеко не на всех маршрутах. Из-за этой особенности МТВ-82 первой серии получил у трамвайщиков прозвище «Широколобый». В 1948 году завод стал выпускать новую зауженную модификацию трамвая, впоследствии ставшую основной. Ну а вас еще ждут новости спорта и погода. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго, до свидания. В Москве завтра ночью 17-19 градусов, днем жарко около 30 градусов, кратковременный дождь, ветер юго-восточный. Субтитры создавал DimaTorzok